привет всем любителям физики астрономии прочих точных наук с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим о том что такое параллакс как астрономы измерили расстояние для ближайших к солнцу звезд и почему в астрономии наряду с такой единицей расстояния как световой год применяется и другая единица которая называется парсек параллакс секунда ну и мы начнем самого явления параллакса оно очень простое вы можете сейчас сделать вместе со мной этот опыт если его раньше не делали я беру какой-нибудь предмет ну например вот этот фломастер и смотрю на противоположную стену за камеру а там у меня висят картины я поочередно закрываю то один глаз то другой и вижу как фломастер на фоне картин смещается то влево то вправо влево вправо влево вправо вот это и есть параллактическое смещение да собственно слово параллакс греческое означает поочередная некоторая перемена а почему это происходит объяснить конечно же очень просто вот я нарисовал два наших глаза удаленные предметы и фломастер который находится глазу существенно ближе и когда я смотрю одним глазом я вижу фломастер на фоне одного места этого дальнего экрана а когда смотрю другим глазом вижу фломастер на фоне другого места на экране ну и вот мне кажется что когда я поочередно открываю закрываю глаза что фломастер на этом заднем фоне смещается вот собственно и все объяснение на явление параллакса с научной точки зрения впервые обратили внимание древние греки и евклид написал специальный труд посвященный этому явлению он называется оптика но это не то оптика которой мы привыкли здесь обсуждается все время один и тот же вопрос вот нечто устроено так а когда мы смотрим на него она представляется нам таким из-за параллакса ссылочка будет внизу можете посмотреть этот перевод и еще греки основываясь на явлении параллакса сумели измерить расстояние от земли до луны с весьма высокой точностью несколькими разными способами ну и опять таки у нас об этом есть ролик ссылочка внизу очень рекомендую вам в него заглянуть а потом уже в семнадцатом восемнадцатом веке люди опять таки основываясь на явлении параллакса сумели измерить расстояние от земли до солнца то что сейчас называется 1 астрономической единицей которая оказалась равным 150 миллионам километров и об этом у нас есть ролик ссылочка опять же внизу теперь идею измерения расстояния до ближайших звезд обсуждал еще галилей и она в точности такая же как моем опыте с фломастером вот земля которая движется вокруг солнца по своей орбите вот какие-то очень далекие звезды они будут выполнять роль экрана а вот звезда которая находится к нам поближе ну и тогда когда земля совершает свой годовой оборот это ближняя к нам звезда тоже должна смещаться на фоне далеких звезд описывая ну если она находится на полюсе эклиптики то кружочек если в плоскости эклиптики то двигаться туда-сюда по отрезку ну по принципу это все равно одно и то же и вот если мы заметим и измерим это смещение годовое ближней звезды на фоне дальних звезд то тогда мы сумеем зная вот этот уголочек найти и расстояние до этой звезды выразив его в расстояниях от земли до солнца а это расстояние мы уже знаем идея простая и понятная но осуществить ее оказалось очень непросто и с этой задачей справились в результате независимо друг от друга три астронома в 1838 году это были фридрих он же василий якольч струве работавший в гербке ну нынешний тарту и он измерял параллакс звезды вега альфа лиры мою осенью видим над головой по вечерам вторым астрономом был фридрих бессель он работал со звездой 61 лебедя а третьим был англичанин томас хендерсон и он измерял параллакс альфа центавра работая в южном полушарии но и у них получилось что-то в районе у струве параллакс веги порядка 1 8 угловой секунды у бесселя параллакс 61 лебедя что-то в районе одной трети угловой секунды а хендерсон параллакс альфа центавра намерил чуть больше одной угловой секунды ну по современным измерениям он чуть меньше ну и теперь надо понять что же такое это самая угловая секунда и чтобы представить это наглядно я возьму монетку диаметром два сантиметра радиусом один сантиметр и спрошу а с какого расстояния надо глядеть на нее чтобы этот радиус увидеть под углом в одну угловую секунду ну если бы под углом один градус то расстояние было бы 360 градусов надо поделить на 2 пи это примерно 57 градусов а поскольку у нас не градус а секунда да еще раз в 60 раз это одна минута еще раз 60 раз одна секунда значит 360 поделить на 2 пи умножить на 60 умножить на 60 получается примерно двести шесть тысяч раз больше чем радиус ну радиус сантиметр в сто раз больше это метр в сто тысяч раз больше километр 200 тысяч два километра вот с расстояния два километра надо глядеть на эту монетку чтобы увидеть ее радиус под углом в одну угловую секунду а у струве там были углы еще почти в десять раз меньше как бы монетку разглядывать состояние в 20 километров вот такие углы им приходилось измерять понятное дело что это все очень и очень непросто и таким образом расстояние до альфа центавра получилось в 200 тысяч раз больше чем расстояние от земли до солнца ну по порядку величины со всякими уточнениями и это расстояние до ближайших к нам звезд ну а теперь мы все переведем в знакомые единицы значит расстояние от земли до солнца одна астрономическая единица это примерно 150 миллионов километров а расстояние с которого это астрономическая единица видна под углом в одну секунду это и есть один парсек параллакс секунда в двести шесть тысяч раз больше и у нас получается 3 целых одна десятая на 10 в тринадцатой степени километров ну сравнивать естественно со световым годом который составляет чуть меньше чем 10 в тринадцатой степени километров ну и тогда один парсекс одна параллакс секунда это 3 целых двадцать шесть сотых светового года вот такие расстояния до ближайших звезд и заключение надо сказать что в современной астрономии с помощью космического телескопа хаббл измерялись параллаксы до одной десятитысячной угловой секунды ну соответственно расстояние в 10 килопарсек а с помощью радиоинтерферометрии когда работают два телескопа находящиеся на разных континентах измеряется параллаксы до одной сто тысячной угловой секунды расстояние соответствующие 100 килопарсек и это уже размеры галактики а о том как измеряются расстояния до еще более далеких объектов мы поговорим в следующих роликах сейчас пишите ваши соображения вопросы здесь под этим роликом и спасибо вам за внимание